Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Почему богослужения идут на непонятном молодежи, церковнославянском языке? Более того, я вам скажу, не только молодежи, но и взрослым людям непонятным. И более того, даже тем людям, которые церковнославянские взяли и осваивали, что все равно для них богослужение во многом непонятно. Потому что, прежде всего, проблемы нашего богослужения можно сравнить с проблемами действия физических законов в мире. Например, возьмем мы законы такие физические, которые связаны с трением. Благодаря трению мы, в принципе, можем прийти в движение. Неважно, колесо у нас едет или подошва отталкивается от поверхности земли. В любом случае, соприкасаясь, она не проскальзывает, иначе бы мы вот скользили, как по льду. А мы можем оттолкнуться, и, несмотря на микроскопическое движение назад, все-таки в основном продвинуться вперед. Однако, собственно, трение, оно и мешает нам продвижению. И трение, а воздух, особенно ветер, если в лесу дует, и уж тем более, если мы двигаемся сквозь какой-то снежный буран. И особенно оно тоже нам мешает, и как раз вот те же самые шины машин, их разрабатывают так, чтобы, с одной стороны, они максимальное было сцепление с дорогой, а чересчур сделаешь максимальное вот это сцепление, уже тяжело. Вот как шипованная резина на автомобилях летом, она уже будет некоторым препятствием. А если, как в горах, люди надевают цепи на колеса автомобилей для того, чтобы проехать по какой-то каменистым уступам, по склонам, то если ты будешь этими цепями ездить по ровной дороге посреди города, то это будешь только себя замедлять. Точно так же и с нашими богослужебными текстами и песнопениями. Вот когда у нас перед глазами Евангелие, тут все значительно проще, и то нам приходится сколько времени на толкование обращать внимание, но это для того, чтобы вглубь Евангелия проникнуть. То есть если, но первый смысл только задачи понять, мы его поймем сразу. Господь проповедовал по-простому, но можно новые и новые открывать. Слова богослужения, они несовершенны. Они по-любому уже будут сложны для понимания, потому что с помощью богослужения, с помощью богослужебных песнопений человек, с одной стороны, приближается к Богу, и задачу общения с Ним упрощает для себя, для всех верующих людей, для всей церкви. А с другой стороны, как и силы трения, это же и есть некоторое осложнение. Тут можно сказать, но зачем тогда усложнять излишнее, почему не перейти на русский язык богослужения, но почему бы и нет, в принципе, для этого никаких препятствий догматических нету, кроме того, что есть некоторые традиции определенные, и люди к этому привыкли, и памятуя о расколе 17 века со старобрядцем, мы помним, что люди, ходящие в храм, чаще всего богословие совсем не знают, а свое православие отчитывают от каких-то своих богослужебных привычек. Однако, некоторое усилие, которое мы прикладываем, оно, в принципе, спасительное для нашей души. Я бы хотел вместе с вами для ответа на этот вопрос открыть притчу о Сеятеле, самую первую притчу Христа, которую Господь сам и толкует. И вот из ее толкования прочитать из Евангелия Матфея, 13 глава, 23 стих заключительный. «Посеянный же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100, крат иной в 60, а иной в 30». Если ты берешь вот это слово, и слово, конечно, это слово евангельское прежде всего, но если и слово богослужения отзывается в твоем сердце, которое жаждет молиться, то тебе это богослужебное слово даже полностью непонятно, оно принесет плод. Я вот вспоминаю, как я в детстве приезжал с хором, которым мы пели, хор византийского распева «Святую землю», и служба шла на греческом, да, мы пели на церковнославянском языке песнопение, ну или ты даже вот где-то был, где служба целиком и пелась по-гречески, и вот как в этих святых местах эти все слова отзывались. Ничего не было понятно. Это потом уже, в принципе, я как-то с греческим разобрался получше, уже служба стала ясна, прозрачна, да и то все равно какие-то непонятные слова сходу не сообразишь, какие-то звучат. Но даже тогда, в те детские годы, там, можно сказать, даже подростковые годы, когда непоседливый подросток, как-то меня это, наоборот, даже больше собирало, потому что было какое-то вот стремление сердца, хотя разум вообще, ну, ничего не понимал, кроме того, что видел. Видел, как там служба шла более-менее по-привычному, хотя и тоже греческие традиции богослужебные уже от русских частично, да, отличаются. Однако, вот как если добрая почва в нашем сердце, в нашей душе будет, то это нам не воспрепятствует, и поэтому и для, как я и говорю, что это препятствие не возрастное. Нельзя думать, что вот у молодежи не такая добрая почва. Тут можно сказать, ну, если все равно, а не проще эту почву вот так удобрять, чтобы она еще более добрая быть, но давайте еще прочтем в ответе на этот вопрос из той же самой притчи, из ее толкования спасителем, стих, который из самого начала толкования. Девятнадцатый стих, Евангелие от Матфея, тринадцатая глава. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». Вспоминаем сеятель. Сеет при дороге. А при дороге посеять проще всего. Ты идешь вдоль дороги, не идешь куда-то там в перекопанное поле, и оттуда разбрасываешь. Только эффект низкий будет. Да, ты сразу добросил. Да, сразу взошло. Но прилетели птицы, помним образ приточный, и бесы, и все склевали. Человек, который пытается без усилия взять и слово Божие, слово богослужения, слово, обращенное от Бога к нам, священное писание, слово, обращенное от нас к Богу, молитву, пытается уйти от вот этих усилий, конечно, в нем даже и радость какая-то от общения с Богом обязательно случится. Потому что если уж хочешь ты общения с Богом, даже если ты уходишь от усилий, все равно радость будет. Но Господь предупреждает. Тебе надо наоборот преодолеть. Тебе надо как-то взять потрудиться, тебе надо в конце концов взять свой даже крест и с ним пойти, и тогда ты будешь не в такой группе риска. Риска, когда вот раз, лукавый прилетел, смутил, сбил, легкость ушла, простота где-то не свершилась, где-то усилие надо было душе приложить, и ты на этой стадии сломался. Поэтому, конечно, я уверен, что будет служба потихонечку и на русский язык переводится, и, в принципе, этот процесс, он многовековой. Потому что те тексты, по которым служил Кирилл и Мефодий, мы бы их сейчас вообще не поняли. И даже батюшки бы тоже не поняли, кто в храме слушает на церковно-славянском, потому что даже церковно-славянский язык, он не мертвый, постоянно обновляются слова. Да, это немножко ситуация затормозилась с началом эпохи книгопечатания, более существенно затормозилась после старообрядческого раскола, и совсем затормозилась уже с начала эпохи советских гонений, когда просто этим перестали кто-либо заниматься, и сейчас тоже толком не занимаются. Но, тем не менее, эта работа идет, поэтому какие-то крайности мы, конечно, избегаем, но главное, пытаемся понять, в чем богослужение нас объединяет. Непонятные византийские поэтические тексты, красивые, но непонятные. Ну, раз непонятные, так хотя бы сердцем помолимся.